Здравствуйте, я Антон Деркач. Мы находимся рядом с юнталовским заказником на северо-западе Санкт-Петербурга. И сегодня я анонсирую новый раздел канала проекта Антон Деркач. В этом разделе я буду публиковать видео обзоры книг, которые я читаю. И если вам интересны видео, которые я выкладываю на этом канале, вам также может быть интересно посмотреть видео обзоры тех книг, которые я читаю, потому что они будут схожи по тематике. Это книги, посвященные психологии, психоанализу, духовному развитию, личностному росту, личностной эффективности и медицине. Некоторые видео обзоры могут заинтересовать вас, и вы захотите прочесть эту книгу. Некоторые книги вы уже прочли, и у вас есть какое-то мнение на этот счет. Поэтому свое мнение, которое у вас уже есть, или которое у вас появится, когда вы прочтете эти книги, вы сможете написать в комментариях под видео. Также видео обзоры книг – это удобная площадка, на которой мы можем обсуждать с вами наши впечатления от этих книг. И сегодня я хочу представить вашему вниманию книгу Маргариты Иларионовны Ловчиковой «Кто в этом виноват?». Эта книга была написана в Советском Союзе, и поэтому богато снабжена идеологической пропагандой. И мне приходилось отфильтровывать очень много политической информации, чтобы сосредоточиться на тех важных, полезных мыслях, которые, безусловно, содержатся в этой книге. Автор этой книги – детский прокурор. И помимо юридической стороны, ее волновала и социально-психологическая подоплека. Что привело подростка на скамью подсудимых? В этой книге Маргарита Иларионовна рассказывает несколько историй. Истории подростков, которые совершили уголовные преступления и оказались на скамье подсудимых. Анализируя эти ситуации, Маргарита Иларионовна Ловчикова делала акцент на роли семьи и окружения этих подростков в том, что они встали на путь преступности. Прочитав эту книгу, я извлек для себя три важные и полезные вещи. Во-первых, я научился с большей долей вероятности определять, какую модель воспитания избрали родители того или иного человека. Во-вторых, наблюдая определенную модель воспитания в той или иной семье, я с большей долей вероятности теперь могу спрогнозировать, будут ли проблемы с законом у такого ребенка в будущем. И, наконец, благодаря сведениям, которые я почерпнул из этой книги, я более мудро подойду к воспитанию своих собственных детей. Вот три полезные вещи, которые я почерпнул из этой книги. Если вы прочли эту книгу, ваше мнение вы можете написать в комментариях под этим видео. Также мы с вами можем обсудить наше впечатление от этой книги в комментариях. Это был первый видеообзор книги на канале проект Антон Деркач. Если это видео было интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видеообзорах и остальных видео. Пока!